В минувшие выходные в Твери состоялся одно из крупнейших событий в истории шахмат региона. Первый открытый турнир Кубок Михаила Тверского собрал в областной столице шахматистов из Москвы, Подмосковья, Новгородской и Тверской областей. Организатор соревнований Федерация шахмат Тверской области и Тверская шахматная академия. А за день до турнира прошел сеанс одновременной игры с гроссмейстером. Тему продолжит наш корреспондент. Почетным гостем турнира стал известный гроссмейстер, комментатор, тренер и писатель Сергей Шипов. Он провел сеанс одновременной игры. Меня предупредили, что здесь есть сильные шахматисты, поэтому я так настраивался серьезно и не допускал каких-то явных ошибок. В нескольких партиях была очень серьезная борьба, но даже там, где играли непрофессионалы, все равно, видно, что боролись, старались. По общаться и проверить свои интеллектуальные силы в поединках с гроссмейстером смогли юные тверские шахматисты и представители бизнес-сообщества. Я очень впечатлен этой игрой. Мне очень понравилось. Из этой партии я набрался опыта. Все-таки не каждый день нужно сыграть с гроссмейстером. Обязательно эту партию проанализирую и разберу свои ошибки и пойму, как надо было играть. Партнером Кубка Михаила Тверского выступил Промсвязьбанк. Как отметил региональный директор ПСБ в Твери Денис Копылов, жизнь подобна шахматной партии и развивается в соответствии с принципами стратегии. Клиенты ПСБ – это люди, которых можно назвать шахматистами по складу ума и образу жизни, которые умеют просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, принимать верные решения, выигрывать в условиях жесткой конкуренции и показывать примеры стальным. А банк ПСБ готов поддерживать любые конструктивные и хорошие начинания. Компания Трилинг подготовила к турниру специальный цифровой стенд, посвященный шахматам. Это и правила игры, и история шахмат, и биография героев этой игры. Трилинг специализируется на производстве и установке цифровых стендов в школах России. Технология проста. Человек подносит смартфон к интересующему разделу и через QR-код находит нужную информацию. Учителя могут выводить информацию со стендов на экраны на уроках и монитора компьютеров. Более 500 учебных заведений нашей страны уже установили подобные стенды, в том числе посвященные истории Второй мировой войны. Кстати, во всех школах Твери установлены стенды Трилинг, и прорабатывается вопрос их установки в школах Тверской области. Мы посчитали, что шахматы – это та самая история, которую надо обязательно поддерживать. Мне кажется, играя в шахматы, человек как раз учится принимать решения, мыслить самостоятельно. Организаторы планируют, что кубок Михаила Тверского по шахматам станет традиционным и даст новый импульс к развитию этого интеллектуального спорта в регионе.